МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из главных событий будущего в Видном пройдет чемпионат Европы по мотоболу. Надеемся, что будут полные трибуны, как и на прошлых чемпионатах. Это самое интересное соревнование в нашем виде спорта. 2020 год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком белой металлической крысы. Этот год должен быть для всех насыщенным, потому что жизнь у них насыщенная. И, я думаю, должно всем повезти. В прошедшем году в Ленинском городском округе произошла масса событий, как хороших, так и не очень. Конечно, все их вряд ли возможно показать. Слишком длинный выпуск у нас получится. Давайте вспомним некоторые из них. Одним из самых ярких событий января стало открытие после реконструкции Дома офицеров в поселке Петровское. Теперь в нем начали работать несколько кружков, а в обновленном зале проходят концерты для местных жителей. Я советую сюда приезжать артистам, действительно здорово. Также в январе в микрорайоне Зеленой аллеи закончилось возведение нового храма. Конструкция модульная, ее произвели в Ярославской области. Одновременно в церкви может находиться более ста человек. В этот день на нее установили купол. В феврале музей заповедник Горки Ленинский отпраздновал 70-летие со дня основания. Сегодня это больше, чем музей. Здесь проводятся музыкальные фестивали и праздники для взрослых и детей, создаются тематические экспозиции и организуются научные конференции. В Расторгуевском парке прошел праздник День варежки, который проводится уже второй год и стал еще одной традицией в Ленинском городском округе. Естественно, что главными его посетителями стали маленькие жители округа. Я думаю, что ребятам понравилось, и тем более погода соответствующая. Сегодня очень прекрасный день. В марте произошло знаменательное событие для жителей новых микрорайонов. Была открыта эстакада Дрожжино-Боброво. Дорога протяженностью чуть больше двух километров была построена за год на средства инвестора, который вложил в строительство 1 миллиард 700 миллионов рублей. Начинаем. Запускаем. Раз, два, три. Также в марте состоялся традиционный конкурс «Рыцарь года». Только пять молодых человек, представляющие видновские учебные заведения, смогли пройти отборочный тур и выйти в финал. «Рыцарем года» 2019 стал Николай Пак, ученик Видновского художественно-технического лицея. В апреле свое 20-летие отпраздновал Центр социального обслуживания «Вера». Для многих пожилых людей и инвалидов Ленинского городского округа он стал, по сути, вторым домом. Здесь можно и здоровье поправить, и найти себе занятие по душе. В апреле в Видном на Аллее Славы был открыт обновленный памятник малолетним узникам фашистских концлагерей. Работа над ним шла с 2013 года. Мы должны сделать все, чтобы эта память жила и не допустить никогда возвращения фашизма. Музей-заповедник Горки Ленинский в апреле превратился еще и в спортивную площадку. Здесь поставил новый рекорд в северной ходьбе ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. Ему необходимо было пройти максимальное расстояние в течение суток. Более-менее настраивался. Последняя тренировка для меня уже была как по подготовке. Это неделю назад я 12 часов ходил в Уфе. В начале мая в Ленинском городском округе состоялась традиционная акция «Лес Победы». В этом году в ней приняли участие несколько тысяч жителей, которые посадили свои деревья и кустарники на 48 участках Ленинского муниципалитета. Центральной площадкой акции стал Расторгуевский парк. Чувствуем в первую очередь благодарности нашему старшему поколению за то, что было, за то, что они перенесли, за то, что они отстояли нашу Россию, нашу Русь, наш Советский тогда Союз, за то, что у нас есть возможность жить. У жителей Молокова в июне произошло радостное событие. Здесь был открыт спортивный комплекс. В нем оборудовано несколько площадок для занятий различными видами спорта. Есть все необходимые административные помещения. Детей надо привлекать к этому делу, потому что это здоровье, это счастье, это успех детей, которые подрастают крепкими, здоровыми людьми. Еще одну радостную весть всем поклонникам спорта принес конец июня. На чемпионате Европы по мотоболу, который проходил в Германии, сборная России вновь одержала победу в финале и стала чемпионом Европы в 24-й раз. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Начало июля ознаменовалось важным событием для всех жителей муниципалитета. Московская областная дума приняла закон о преобразовании Ленинского района в городской округ. Таким образом, решать проблемы поселений, входящих в его состав, станет значительно проще. Мы понимаем, что в следующий период нам необходимо будет подготовить дополнительно и финансовую составляющую, и налоговую базу еще подработать для того, чтобы уже с 2021 года осуществлять уже непосредственным управлением бюджетом органами местного самоуправления городского округа. Традиционно в июле в Горках Ленинских проходит фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году он состоялся в пятый раз. Этот праздник – место встречи как почитателей традиционного джаза, так и экспериментальных его форм. В нем принимают участие самые именитые музыканты со всего мира. Иностранцы, наши гости, американцы отметили, что уже, конечно, знают о фестивале, потому что смотрят же, кто принимал участие, а там суперзвезды. Это репутация, и это ни в коем случае нельзя терять. В августе в Видном на стадионе «Металлург» появился спортивный комплекс под открытым небом. Вход на его территорию свободный, а снаряжению может позавидовать иной фитнес-центр. Это своего рода такая качалка под открытым небом, абсолютно бесплатная. Тут мы видим зону свободных весов, зону для воркаута, зону единоборств. Соответственно, это огромная компоновка, которая позволяет нам осуществить развитие жителей в разных направлениях. Сентябрь начался с открытия в микрорайоне Купеленко дополнительного офиса многофункционального центра «Мои документы». Его специалисты способны принимать до 120 человек в день. Это структурное подразделение головного офиса, которое территориально относится к городскому поселению горки Ленинские, но фактически будет обслуживать и поселение Видное. В сентябре в Видном празднуется День города. В этом году также отмечали 90-летие Ленинского района и Московской области. По улицам города прошел торжественный парад, а главной площадкой празднования стал стадион «Металлург». Наше самое главное богатство – это жители, труженики, которые своим ежедневным трудом делают наш родной муниципалитет. Каждый населенный пункт все краше, благоустроеннее, комфортнее для проживания. В октябре 60-летие со дня образования отметили сотрудники Видновского пассажирского автотранспортного предприятия. Мероприятие проходило в Молковском дворце культуры «Буревестник». В ходе него памятными дипломами были награждены ветераны и лучшие работники предприятия. Вся жизнь прошла по АТП, все мы строили, все это было своими силами, никаких соединенных организаций не было. И вот до настоящего времени предприятие живет. Октябрь запомнится и жителям новых микрорайонов, которые несколько лет жили с плохо функционирующими очистными сооружениями. Закончилось возведение канализационно-насосных станций, теперь уже с полной определенностью, можно сказать. Одной экологической проблемой стало меньше. Я их поздравляю с этим завершением первого этапа, но работа предстоит еще большая, и мы держим на постоянном контроле решение этого вопроса для жителей данного микрорайона. В октябре вновь появился повод для радости у жителей микрорайона Купеленко. Здесь открылся участковый пункт полиции. Помещение выделил застройщик, он же оплатил ремонт и необходимое оборудование. Пять лет назад, когда мы начинали здесь стройку, здесь было поле. Сейчас здесь уже и слева, и справа кругом дома, много жителей. И, конечно же, безопасность – это не последний вопрос. В ноябре в Видновском историко-культурном центре открылась фотовыставка оператора Первого канала Владимира Гриневича под названием «Обскура 21 века». Санкт-Петербург, Сирия, Дальний Восток, Средиземное море. Снимки на новой выставке весьма разнообразны, но объединяет их одно. Специально к съемке автор не готовится. У меня больше получается репортажное, то есть что-то событие на месте где-то что-то увидел. У меня профессия оператор, я репортаж больше люблю снимать, умею, можно так сказать. Декабрь оказался весьма богатым на события. И с одного из самых ярких он по традиции начинается. Парад Дедов Морозов в этом году стартовал с поездки Мороза-Лейбуса, а закончился, как и полагается, зажжением огней на новогодних елках. «Еще одно событие произошло недалеко от жилого комплекса «Зеленая аллея». Здесь началось долгожданное строительство выезда на трассу Дон. Несмотря на то, что работа над проектом началась только в этом году, вся документация полностью готова и прошла экспертизу. Застройщикам получены необходимые разрешения. Первый этап строительства дороги включает в себя строительство двух полос протяженностью около километра от деревни Тарычево до выезда на трассу М4 Дон. Сейчас на данном этапе начались подготовительные работы. Муниципальный центр управления регионом начал функционировать в рабочем режиме. Задача учреждения – организовать более оперативную реакцию различных муниципальных служб на жалобы и обращения граждан. Уже за время тестового периода сотрудники центра смогли достичь положительных результатов. Мы сокращаем сроки предоставления ответов на данные обращения. То есть есть 8 рабочих дней, допустим, которые мы с вами на Доброделе. Сейчас мы их сокращаем, пытаемся отвечать заявителям максимум в течение 3-х суток обрабатывать эти обращения. И в заключение, говоря о событиях, произошедших в уходящем году, нельзя не упомянуть о благоустройстве в центре Видного. Таким был год по версии телеканала «Видное ТВ». Продолжаем делать историю дальше. В 2020 году Ленинский городской округ примет у себя любителей мотобола. В городе Видное пройдет чемпионат Европы. На стадионе «Металлург» запланирована грандиозная реконструкция, чтобы достойно встретить зарубежных гостей. Как же изменится спортивный объект, расскажет нам Юлия Погосян. «Видновская мотобольная команда «Металлург» – гордость Ленинского городского округа и всего Подмосковья. Основанная в 1971 году, она 8 раз становилась чемпионом СССР и 24 раза чемпионом России. Звание лучших из лучших подтверждает еще и тот факт, что большая часть игроков сборной страны – выходцы «Металлурга». Принимать гостей из-за рубежа для видновчан не впервой. Чемпионат Европы по мотоболу в «Видном» будет проходить уже в четвертый раз. «Надеемся, что и на этот раз это самое соревнование, на которых действительно соревновательность. Там счета небольшие и неизвестно, кто победит. И надеемся, что будут полные трибуны, как и на прошлых чемпионатах. Это самое интересное соревнование в нашем виде спорта». Планируется, что в «Видное» на чемпионат Европы приедет пять стран-участников. Литва, Белоруссия, Голландия, Франция и Германия. Сразу после новогодних каникул основная часть сборной России начнет подготовку к спортивному событию, которое на стадионе «Металлург» пройдет с 6 по 12 сентября. «На месте не стоим, немножко изменимся тактически. Мы каждый год что-то новое придумываем. Уже есть много нового в голове. Осталось только это применить, потренировать хорошенечко, выучить, потому что это много мозоль, много пота. Но это мы сделаем. Все будет хорошо». К концу весны мотобольное поле будет не узнать. Здесь чемпионатом Европы здесь проведут масштабную модернизацию. Полностью заменят трибуны. Новые будут с навесом и более удобными сидениями. Установят большой экран, комментаторскую будку. Замене подлежит и вип-трибуна. В данный момент трибуны рассчитаны на 1500 мест. В рамках модернизации будет увеличено до 2000 мест, что вполне позволяет проведить чемпионаты, уровни чемпионата Европы. Также мы заменим все освещение и звукоаппаратуру. Поменяем полотно асфальтового покрытия поля. На всю модернизацию планируется потратить порядка 85 миллионов рублей. А всего на чемпионат Европы из бюджета Ленинского городского округа выделено 110 миллионов. Помимо мотобольного поля изменения коснутся и другой территории стадиона. Например, реконструкция технического ангара, где во время чемпионата будет располагаться механическая зона для ремонта мотоциклов. А после здесь будут парковаться автобусы видновской команды, обновятые электросети стадиона, что в будущем позволит здесь проводить массовые мероприятия на более высоком уровне. В день города, который прошел у нас впервые на стадионе «Металлург», мы увидели сложности по подключению электричества ввиду того, что много мест, фудкортов, интерактивных зон. Будет проведена модернизация электрохозяйства на всем стадионе в рамках подготовки чемпионата Европы. Ну и мы думаем, что после чемпионата Европы мы предоставим более комфортные условия нашим жителям при проведении Дня города. Модернизация начнется в начале весны и завершится за два месяца до чемпионата Европы. Для удобства гостей во время проведения матчей на стадионе «Металлург» будет расположен фудкорт, стационарные и биотуалеты. За территорией стадиона организуют перехватывающую парковку. К началу главного мотобольного события года мотопарк команды «Металлург» пополнится на семь новых мотоциклов. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Дед Мороз, Снегурочка, Снеговики и сотрудники госавтоинспекции. Вот такая веселая компания встречала юных жителей города Видно и у пешеходного перехода на проспекте Ленинского комсомола. Рейд был проведен в преддверии новогодних праздников. В ходе него сотрудники ГИБДД еще раз напомнили пешеходам и детям, и взрослым о необходимости использования световозвращающих элементов в одежде. Побывала на мероприятии и съемочная группа телеканала Видно и ТВ. Пришла зима холодная, но шуба моя модная. Вот в такой модной шубе Дед Мороз встречал юных участников дорожного движения, своим примером показывая, как важно быть заметным в темноте. Хотелось бы напомнить нашим автовладельцам, что сейчас наступает период зимних каникул, соответственно, дети будут гулять на улице. Хочется напомнить на соблюдение скоростного режима во дворах и жилых территориях. Также, значит, хочется напомнить, чтобы автовладельцы перед пешеходным переходом сбавляли скорость, ну и, соответственно, уступали дорогу пешеходам. «Засветись» – так называется акция, которую провели сотрудники госавтоинспекции совместно с творческим коллективом детского сада «Родничок». Вместе регулировали дорожное движение, помогали переходить дорогу, дарили подарки. Вот эти световозвращающие элементы можно разместить на вашу темную курточку, потому что вы у нас незаметный пешеход. Девятилетнему Коле и всей его семье посчастливилось встретиться со сказочными персонажами в преддверии новогодних праздников и рассказать им, как правильно переходить дорогу. На зеленый цвет. Не надо упредиться, чтобы машина не пролетела, а то у нас некоторые проезжают на красный цвет. Посмотреть направо-налево, а потом идти. Главная цель таких мероприятий – повышение дорожной грамотности и снижение транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей. Мы не можем повлиять на продолжительность светового дня, но у нас есть возможность дать водителю заблаговременно заметить пешехода до того, как автомобиль приблизится к нему на опасное расстояние. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 2020 год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком белой металлической крысы. Многие верят, что изучив характер и повадки символа года, можно узнать, что нас ожидает в будущем. Приоткроет завесу тайны наш корреспондент Екатерина Борисова. По восточному календарю 2020 год пройдет под предводительством белой крысы. Как уверяют астрологи, крыса умна и хитра, непредсказуема и трудолюбива, любит справедливость и достаток в доме. В преддверии Нового года мы решили познакомиться с этим животным поближе. В мифологии многих стран крыса – символ благополучия, процветания и мудрости. Согласно одной из легенд, повествующих о происхождении знаков китайского гороскопа, именно крыса первой явилась к Будде на праздник. Поэтому, считают, на Востоке ей и досталась почетная миссия открывать 12-летний цикл. Но удалось ей это благодаря смекалке, хитрости и проворству, повествует легенда. А действительно ли крысам присущи эти качества? Об этом мы решили узнать у тех, кто общается с ними ежедневно. Они достаточно умные, очень быстро подаются в дрессировке и, в принципе, особо неприхотливые в домашнем уходе. Общаются, не убегают, любят домашних питомцев, если у вас еще есть домашние питомцы. Спокойно идут с ними на контакт. Можно отпускать спокойно гулять по дому. В отличие, к примеру, от морских свинок, крысы могут жить в клетке в одиночестве. Но вдвоем или даже втроем, конечно, им будет веселее. Они не только общительные, но и довольно плодовиты. Крыски – это 21 день, и будет у вас опять потомство. И потомство у них довольно-таки большое. Бывает до 10 маленьких крысят – это за раз. Растут они тоже очень быстро, поэтому к размножению они тоже готовятся очень-очень быстро. В рационе крыс – зерновые смеси, фрукты и овощи. Они очень любят мясо, но часто и много давать его не рекомендуют. Любят спать, укутавшись в тени и купаться. Как рассказали нам сотрудники зоомагазина, чтобы крыса чувствовала себя хорошо, ей нужно немного. Нужен гамак, поилка, кормушка и игрушки. Клетка до 60 литров, достаточно просторная. Это не такое животное, которое любит поесть и поспать. Нужно так, чтобы можно было что-то сделать, какие-то лабиринты, чтобы она могла передвигаться. Крысы достаточно подвержены аллергическим реакциям, поэтому очень часто для них используют кукурузный наполнитель. Есть несколько видов – древесный, кукурузный. Именно кукурузным очень удобно пользоваться, когда у крысы есть аллергия. Чаще всего шубка, крыс серая или белая встречаются пятнистые грызуны. Именно поэтому на Востоке советуют встречать 2020 год в белом или серебристом. А можно и в том и другом. И не забудьте поставить на праздничный стол любимые блюда символа года, чтобы привлечь удачу. Этот год должен быть для всех насыщенным, потому что жизнь у них насыщенная. И, я думаю, должно всем повезти. Вот такой он покровитель грядущего года – дружелюбный, умный и ужасно милый. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно-ТВ. Стихи живут, когда они звучат. В этом лично могли убедиться жители и гости нашего муниципалитета. Благодаря одноименному проекту тысячи строк, известных и не очень, но таких душевных и трогательных прозвучали в разных уголках Ленинского округа. И вот дружная и творческая семья Видновской дирекции киносети поздравляет зрителей стихами. Итак, Михаил Лермонтов и Константин Ваншенкин. Сегодня будет Рождество. Весь город в ожидании тайны. И дремлет в ине хрустальном. И ждет. Свершится волшебство. Метели завладели им, похожие на сновиденья. В соборах трепет светь и пенья. И ладана с ребристой дым. Под перезвон колоколов забьется колоколом сердца. И от судьбы своей не деться. От Рождества волшебных слов. Родник небес тех слов исток. Они из пламени и света. И в мире, и в душе поэта, и в слове возродится Бог. Колдуй же вьюга, чародей. Твоя волшебная стихия преобразит в миры иные. Всю землю, город и людей. Встречаться станут чудеса. Так запросто в толпе прохожих. И вдруг на музыку похожи. Дудские станут голоса. Предновогодняя уборка. И вечер с множества затей. И обязательная елка в домах, где даже нет детей. И я сочувствую сегодня друзьям обиженным судьбой. Всем тем, кто вечер новогодний не видит елки прицовой. Вокруг свечи сияет венчик. И тишина, и сладко всем. А старый год все меньше, меньше. И вот уж нет его совсем. И мы волнение ощущаем. У года стоя на краю. Хотя в который раз встречаем мы Новый год за жизнь свою. Сухим снежком, морозцем вея, он к нам на празднество идет. Но с каждым годом все новее. Наш добрый гость. Наш Новый год. Это все новогодние новости Ленинского городского округа, о которых мы хотели рассказать в нашем выпуске. С Новым годом! До встречи! С Новым годом!